доброй ночи дорогие друзья почему ночи потому что у меня ночь нынче ночь антохи не спится решил заняться блоком управления для чпу-станочка и он красуется осталось собрать этот самый блок управления предлагаю провести это время вместе со мной быстренько пробегусь потому что уже сделано установил 2 вольтметра амперметра один будет индицировать напряжение питания и ток потребления шпинделя 2 напряжение и ток потребления платой управления 12 2 разъема будет для подключения щупа z так называемого тумблер включение выключение основной предохранитель предохраняться нужно от всего и всегда два светодиода будет еще третий индицирующий о включении дополнительной принудительной вентиляции вот тумблер будет установлен корпус взят от цифрового лабораторного блока питания подаренного вага 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 но нет валерием ивановичем одним моим знакомым приветствую если смотрите вот такой кошмар нынче здесь блок питания 48 вольт 10 ампер два блока питания 12 вольт трансформаторный 12 вольт импульсный сама плата управления вот она здесь располагается наша задача план так сказать первое необходимо разобраться вот здесь не нравится мне сейчас же поближе не нравится мне подключение 220 вольт как-то здесь все на липко липко и как-то некрасиво вообще нынче модно использовать термоусадку однако ваш покорный слуга предпочитает использовать все таки изоленту почему да все просто все дело в том что изоленту всегда можно разобрать так сказать всегда можно раскрутить место соединения посмотреть его состояние случае с термоусадкой все гораздо сложней разрезать и приходится выкидывать и все равно в конечном счете использовать изоленту поскольку блок управления наш устройство будет благородная в этой связи я использую не синюю классическую изоленту а белую вот вам еще один лайфхак вдогонку так сказать в случае с высоковольтными проводниками ну в нашем случае 220 тоже высокое напряжение я еще делаю вот так вот и здесь рощерком пера обозначаю что здесь 220 так безопасней и всегда видно целевое предназначение сего провода наверно сразу же подключу и вольтметр амперметр для 48 вольтового блока питания раз уж мы им занимаемся сразу чтобы так сказать не отходя от кассы есть подключил измерительные приборы и настало время их испытать в качестве нагрузки для 48 вольтовой линии буду использовать вот такую козлину вот такую козел простонародий обогревательный элемент так сейчас я подключу спокойно 0 71 ампер 47 и 1 вольт прозадки напряжения нет и быть ее не может все-таки блок питания пол киловатта мощности все непременно нагружу и 12 вольтовую линию в качестве нагрузки вот такой электродвигатель коллекторный от принтера 0 0 5 ампер далее займусь вентилятором принудительного охлаждения как я уже упоминал включаться он будет вот этим вот тумблером а подключаться с помощью вот такого разъема разъем советский от магнитофона поделюсь информацией вдруг кто не знает вот эти вот контакты извлекаются очень просто практически всех аналогичных разъемов в том числе и китайских здесь имеется такой язычок мы его загибаем аккуратно и извлекаем контакт оп вот и все теперь мы можем в случае необходимости перепаять ну или в моем случае я ничего ничего перепаивать не буду установлю его просто сюда будет такая вилочка целью снижения уровня помех создаваемых вентилятором я на провод питания надену ферритовый цилиндрик хуже от этого не будет монтажник 150 левела на месте смотри чтоб током не шарахнуло вентилятор закрепляется на верхней крышке и когда мы ее закрываем устанавливаем холодный поток воздуха будет поступать на драйвера шаговых двигателей которые вот здесь я на сверлю несколько отверстий для того чтобы воздух туда беспрепятственно поступал совместно с платы управления в комплекте шли вот такие радиаторы крепятся они на двусторонний скотч и нам предстоит их аккуратно приклеить вообще честно вам признаться я не совсем понимаю такое крепление радиатора но судя по всему другого способа нет можно было сделать один единый радиатор но здесь выводы и скорее всего будет замыкать это все дело а это нам категорически неприемлемо за кадром насверлил ряд отверстий по моей задумке именно с их помощью будет осуществляться вентиляция внутреннего пространства устанавливаю плату управления непосредственно в корпус для того чтобы она возвышалась над нижней стенкой используя такие сантехнические прокладки очень удобная штука я вам скажу стоит копейки и всегда можно несколько штук и добиться необходимого подъема классная вещь это я сам придумал концевые выключатели а также некоторые кнопки подключаются с помощью вот такого разъема очень неудобно конечно но ничего страшного для того разъема который я показал только что были приобретены а вот такие вот коннектор именно с их помощью я осуществляю коммутацию от разъема для подключения концевых выключателей все идет на вот такую я называю гребенка для удобства соответственно кнопка перезагрузки кнопка продолжение кнопка паузы вынесены на лицевую панель вот таким нехитрым образом сделаны надписи изолента белого цвета и маркер временно может быть переделаю а может быть оставлю и так пока что не решил точно также то есть на заднюю панель выведены и выходы для подключения двигателей по оси y x и z и так далее вуаля сборка окончена закрываем верхнюю крышку и готова настало время произвести тест шо на атомной электростанции для начала проверим ось ерик ось икс ухтышка ось z ну и конечно сам шпиндель в общем поздравьте меня с вот таким приобретением да нужно признать достаточно долго его планировал сделать и давно очень хотел скорее всего следующая самоделка уже будет с его использованием ну а я а я пошел осваивать арткам 3d моделирование и прочие интереснейшие приинтереснейшие программы до новых встреч но посрам покеда а а а а а а